Добрый день, дорогие девушки! С вами Виктория. И сегодня я расскажу вам о своих пустых баночках. Средства, которые я использовала в марте. Поделюсь своими отзывами и впечатлениями об использовании этих средств. Первое, что хотелось бы вам показать, это вот такой вот шампунь из серии Эксперт с маслом Амлы для глубокого восстановления волос. Что хочется сказать об использовании этого шампуня? Девушки, этим шампунем я пользуюсь на протяжении всего времени, когда этот шампунь только появился в каталоге. Очень мне нравится этот шампунь. Он хорошо промывает, очищает волосы, придает им блеск, укрепляет волосы. Вообще, Амла это индийский крыжовник, который очень богат витамином С. Поэтому присмотритесь к этому шампуню. Я уже в своих видео обзорах говорила об этом шампуне. Очень мне он нравится. Следующее, что у меня закончилось, это вот этому шампуню. Я использовала вот такую же маску для глубокого восстановления волос с маслом Амлы. Очень хорошая маска. Хорошо она справляется со своими задачами. Хорошо волосы расчесываются, укладываются от этой маски. Очень нравится мне эта маска, придает эластичность и блеск волосам. Поэтому тоже советую вам присмотреться. Ставлю твердую пятерку двум этим средствам. Следующее, что хотелось бы вам показать, у меня закончился. Вот такой вот гель. Это мягкий гель для бережного и эффективного очищения кожи лица от загрязнений и макияжа. Пользуюсь этим средством постоянно на протяжении долгого времени. Очень мне оно нравится. Хорошо он справляется со своей задачей. Хорошо удаляет макияж, лишнее загрязнение с кожи. У меня еще такой вот точно есть тоник. Но тоник у меня пока не закончился, поэтому я не буду вам его показывать. Тоже ставлю твердую пятерку. Очень хорошее средство. Мне нравится это средство. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой вот бальзам. Я вам уже его показывала. Это бальзам для стоп, гладкие пяточки. Хорошее средство. Хорошо он увлажняет, питает даже самые сухие участки кожи стоп. Поэтому тоже хороший бальзам. Он хорошо восстанавливает естественный липидный слой. Защищает кожу ступней от обезвоживания и пересыхания. Поэтому приобретайте это средство и готовьте свои ножки к наступлению лета. Тоже тверда пятерка этому средству. Его артикул 1627. Очень мне оно нравится. Далее, что хотелось бы вам показать. Это вот такое вот жидкое мыло для кухни, устраняющие запахи. Это мыло действительно справляется со своими задачами, что здесь написано на упаковочке. Что оно предназначено для мытья кухонных принадлежностей, разделочных доск, скалок и рук. Эффективно моет и устраняет неприятные резкие запахи от рыбы, чеснока, сырого мяса, специй. Не раздражает и не сушит кожу рук. Да, это действительно так. Когда вы чистите или кушаете рыбу, то запах от рыбы, вот я просто испробовала, уже знаю, что действительно после мытья рук он не ощущается. Поэтому могу вам с уверенностью посоветовать это мыльце. Очень приятный аромат у этого мыла. У меня было мыло с цветочным ароматом. Его артикул 11205. Достойное мыло. Тоже советую вам к нему присмотреться. Следующее, что я вам покажу, это у меня закончился вот такой вот крем для рук. Райские острова. Называется тайский цветок и медовая манго. У этого крема легкая текстура. Она прекрасно увлажняет и смягчает кожу рук, придавая аромат вашей коже тайских цветов. Девчонки, вот эти вот крема в следующем каталоге, в шестом, будут по хорошей цене. Они будут по 59 рублей в каталоге. Советую вам присмотреться к этим кремам. Они не только хорошо увлажняют кожу рук, но еще очень быстро впитываются. Они оставляют липкой пленки. Поэтому тоже твердая пятерка этому крему достойное средство. Советую присмотреться к этому средству. Следующее, что я вам покажу, у меня закончился вот такой вот гель для душа. Это чувственный шоколад. Ну, это я брала по распродаже. Все вы знаете, что была в Фаберлик распродажа средств Инфинум. Поэтому брала несколько гелей. Понравился мне аромат этого геля. Очень хорошая консистенция у этого геля. Конечно, жалко, что сейчас из каталога их вывели. Но я думаю, что когда-то мы снова увидим на страницах каталога Инфинум. И хороший гель, поэтому тоже могу с уверенностью поставить ему пятерку. Далее, что у меня закончилось. Это вот такое вот средство для интимной гигиены. Это гель для интимной гигиены серии Брис де Амур. Это очень мягкий гель. Он бережно очищает кожу, успокаивает ее. Он гипоаллергенный. То есть он не вызывает раздражения, не вызывает сухости кожи. Достойное средство, имеет приятный аромат. Вы знаете, что еще есть для чувствительной кожи серия этих средств. Это с ароматом будет вот такой вот сиреневый пузыречек. И который для чувствительной кожи идет в белом пузыречке. Тоже хорошее средство. Твердая пятерка этому средству. Следующее, что у меня закончилось, хотелось бы вам показать. Это вот такое мягкое мыло для рук. Юный Асмантус. Хорошее мыло. Густое, экономичное. Очень у него насыщенная формула. И еще это мыло у него идет в нейтральная среда. Поэтому тоже могу вам с верностью посоветовать. Хорошее мыло. Мне понравилось использовать вот это мыло. Следующее, что хотелось бы вам показать. Это у меня вот такой вот дезодорант был. Тоже из серии Юный Асмантус. Дезодорант антиперспирант. Неплохой дезодорант. Первый раз я брала этот дезодорант на пробу. Хорошо устраняет он запах пота. Контролирует пототделение. Как написано на пузыречке, у нас в течение 48 часов. Быстро впитывается, не оставляет пятен на одежде. Элегантный и тонкий аромат. И еще содержит 0% спирта. Ну что хотелось бы сказать. Да, вот дезодорант хороший по своему качеству. Понравился мне этот дезодорант. Поэтому могу вам с уверенностью посоветовать. И сейчас в каталоге идет хорошая цена на вот этот вот дезодорант Юный Асмантус. И еще есть с ароматом розы. Хочется, возьмусь и попробовать с ароматом розы. Такой же дезодорант. Поэтому приобретайте тоже твердая пятерка этому дезодоранту. Понравился мне он в использовании. Далее, что хотелось бы вам показать. У меня закончился вот такой вот крем-гаммаж. Это из серии Вербена. Сейчас покажу вам, как он выглядит в каталоге. Так, вот здесь вот на страничке, вот он в коробочке. Это вот этот вот крем-гаммаж. Это гаммаж на кремовой основе с мягкими гранулами. Он интенсивно очищает поры от загрязнений, удаляет ороговевшие клетки кожи, разглаживает ее поверхность. Что хочется сказать об этом креме. Но, прежде всего, кто не знает, это тот же самый скраб. У него мелкие скрабирующие гранулки. Вот у меня тут чуть-чуть осталось на донышке. Я вам сейчас попробую показать, как он выглядит. Вот так выглядит этот гаммаж. Мелкие у него скрабинки. Вот наносите вот так его на кожу лица. И очищаете свою кожу от загрязнений. И вот такие вот мелкие остаются вот эти скрабинки на этом средстве. Тоже хорошее средство. Сравнительно у него приемлемая цена. Поэтому тоже могу вам с уверенностью посоветовать его поставить твердую пятерку этому средству. Так что смотрите. Далее, что вам хотелось бы показать. Я использовала, я уже показывала в своих отзывах. Вот такую вот масочку. Это маска Экспресс Восстановление с витамином С. Понравилась мне эта маска. Девчонки, очень классные маски. Вот эти вот. Кто не брал, советую вам попробовать взять для себя эти маски. Она, я уже говорила, что смешивается с водичкой, наносится на кожу. И затем по истечении 15-20 минут вы поддеваете, как вот она становится как прорезиненная такая, и снимаете ее с поверхности кожи. Наносить ее нужно плотным слоем. Ну, я бы, наверное, даже сказала, что если бы можно было, то ее можно было бы разделить на два раза. Эту маску, чтобы можно было еще раз попробовать использовать это средство. Понравилась мне эта маска. Твердая пятерка этой маски. Хорошо справляется со своими задачами. Тусклый цвет лица. Да, она освежает лицо. Подходит для чувствительной кожи. Разглаживает мелкие морщинки. Восстанавливает способность клеток кожи к обновлению. Все это присутствует в этих масках. Еще хочется сказать, что, кто не знает, девчонки, вот эта вот серия Эксперт Фаберлик, это альтернатива салонным процедурам, но только в домашних условиях. Если вы в салоне отдадите бешеные деньги, то сейчас в каталоге тоже идет акция. Вы можете приобрести это средство при покупке, по-моему, на 299 или 3199 рублей, вот чтобы не ошибиться, за 79 рублей всего лишь на всего такую маску. Поэтому тоже твердая пятерка этой масочки. Еще у меня закончилась тушь Би-Би. Сейчас я вам попробую ее быстренько показать. Я уже показывала в своих обзорах. Уже тут осталось у меня ее совсем чуть-чуть. Очень мне нравится эта тушь, бесподобная тушь. Я же вам всем ее показывала. Вот такая у нее шикарная кисточка у этой туши. Ее можно в течение дня подправлять, макияж, использовать эту тушь. Поэтому тоже твердая пятерка этой туши. Но сейчас ее в каталоге нет. Но я слышала, что вроде бы осенью обещают нам вернуть эту тушь. Будем с нетерпением ждать возвращения нашей Би-Би туши. И поставлю, наверное, я даже не одну пятерку этой туши. Поэтому тоже ждем возвращения туши в каталог Фаберлик. Ну, на этом был весь мой обзор о моих средствах, использованных за март. Пишите свои отзывы, комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Я приглашаю вас зарегистрироваться в компании. На этом все. До свидания. С вами была Виктория. До новых встреч.